Антон Текшин Размороженный Книга третья Good Game Вступление С тяжёлым уханьем я сбросил в тёмные воды речки Вонючки последний пакет. В гробу видал такие выходные. Больше всего угнетало то, что их всё равно достанут настырные следователи с детекторами. В нынешнее высокотехнологичное время довольно тяжело спрятать улики, сколько ни старайся. Только у одних ребят этот фокус из раза в раз проходит незамеченным. Впору уже в магию поверить. Спину тянуло так, будто в неё загнали раскалённую спицу. И теперь вовсю там ею шурудили. Военный стимулятор потихонечку подходил к концу, возвращая меня в первоначальное пенсионерское состояние. Усугублённое химическим похмельем. Вдобавок, от порывистого ледяного дождя, в котором приходилось возиться, тело едва не окоченило. Мне бы сейчас в ванну отмокнуть полчасика, а потом в постельку до самого утра, которая, кстати, уже не за горами. А не вот это всё. Я осмотрелся и отправил за парапет сумку с окровавленным инструментом, стараясь, чтобы её сильно не унесло в сторону течением. Наконец-то. Мой сизифов труд имел свою вескую причину. Если не сможешь что-то скрыть, сделай так, чтобы нашли всё это в выгодном тебе свете. Старый приём, зато проверенный временем. За время охоты за всякими ловкими тварями рода человеческого мне пришлось стать самым хитрым и опасным среди них. А заодно ещё и дотошным детективом, днями и ночами разбирая, где ложная улика, а где нет. И частенько этот опыт, запутывание следов, я применял уже на них самих. Кто-то чихнул неосторожно и оказался затянут в собственную, модернизированную для убийств пилораму. Кто-то случайно травился своими же ядами, а кого-то и вовсе упавшей сосулькой к порогу своего логова пригвоздило. Кармос. Поэтому искать меня начали много позже, чем следовало. И не возник не на моём пути маньяк-извращенец по кличке Кукловод с Юлией Рассохиной в придачу. Может, ещё с полгодика покуролесил бы. От размышлений отвлекла младшая сестра спасённой девочки, успевшая вырасти в невысокую спортивную девушку-социопатку. Тоже жертва тяжёлой судьбы и жестоких обстоятельств. Не позаботься о ней, старый приятель её отца, она уже давно путешествовала бы по психушкам, на радость своей, не слишком заботливой мамаши. Либо же сама отправилась бы изучать речное дно, расфасованное по пакетикам. «Едут», — прошептала девчонка, потянув меня за рукав. «Хорошо». Я захромал прочь от канала, опираясь на её узкое плечо. Увы, но верной тростью пришлось пожертвовать. Ничего другого, наносящего такие характерные раны, найти за короткие сроки было нереально. Уже заодно это я готов был вновь взяться за ножовку и распилить кое-кого по второму кругу. До узкой асфальтовой дороги, начинающейся у ворот заброшенного ангара, было всего ничего. И всё же мы потратили добрых пять минут, добираясь к оставшейся рядышком машине с потухшими фарами и поддельными регистрационными знаками. К сожалению, в нашем случае воспользоваться обычным такси не представлялось возможным, так что пришлось снова идти на поклон к бабе Нюре. Да и без того ей нашлось чем ещё нам помочь. Пожилая женщина с остальным характером внимательно выслушала нашу историю и согласилась подсобить в таком нелёгком деле, естественно, не за бесплатно. Себе в качестве компенсации за беспокойство она взяла второй, более дорогой и навороченный автомобиль киллеров, документы и ключи к которому мы обнаружили при детальном осмотре. Троица использовала его как основной транспорт, тогда как на вместительном внедорожнике они отправлялись исключительно на дело. Стоила тачка довольно дорого, так что мы не оказались в ситуации нищих просителей. Договорились без особых проблем к обоюдному удовлетворению. За рулём неприметной машинки оказался молодой вихрастый парнишка, попросивший нас устроиться на заднем сиденье. Там, прямо в обшивке салона, располагались специальные экраны, делающие нас с Эльвирой невидимыми для любого внешнего сканирования. Самый настоящий киберпанк, без кавычек. Можно хоть по центру города так колесить, лишь бы на людей не нарваться. Кстати, во внедорожнике Троица находилась точно такая же начинка. Без неё современным преступникам и шагу ступить теперь нельзя. Данные с наших чипов, как я и опасался, считывались большинством приборов слежения, напичканных повсюду. Но до полноценной тотальной слежки, в отсутствии спутников как таковых, такой сети всё ещё очень далеко. Даже в самом городе имеется множество слепых зон, вроде этого ангара у окраин промзоны. А уж за его пределами так и вовсе практически никакого контроля. Съехал с магистрали и пропал. В общем, большой брат пусть и следил, но лишь в полглаза, сквозь прищур. Этим мы и воспользовались, формируя отчётливый облик грядущего преступления. Будь я не очень дотошным следователем, для меня картина происшествия выглядела бы следующим образом. Гражданка Александра Каганович, в прошлом Рассохина, по предварительному сговору нанимает троих отморозков из соседней области, чтобы устранить своего несовершеннолетнего ребёнка от прежнего брака, Эльвиру Рассохину. С корыстными целями, дабы воспользоваться после её исчезновения всем движимым и недвижимым имуществом по своему разумению. Голову собственной дочери гражданка оценила в 7 миллионов рублей, выплатив исполнителям аванс в размере 10%. Распечатка перевода прилагается. Но подозреваемые, узнав, что будущая жертва живёт в охраняемом доме посреди элитного района, решили повысить гонорар, угрожая и фактически шантажируя гражданку Каганович. Та, боясь разоблачения, соглашается с требованиями и переводит всю оговорённую сумму на их счёт, обещая перечислить ещё столько же после окончания заказа. Распечатка номер два. Во время общения гражданка Каганович, раздосадованная потерей, опрометчиво отзывается о подозреваемых в довольно оскорбительной форме, чем подписывает себе смертный приговор. Агрессивно настроенные подельники в тот же вечер похищают её саму и увозят на заранее заготовленное место преступления. План схемы ангара в масштабе 1 к 100. Предварительно выплатав у похищенный пароль от её личного счёта, преступники переводят себе все оставшиеся деньги, а затем совершают с женщиной ровно то, что собирались сделать с её несовершеннолетней дочерью. После чего, запаковав останки в пакеты, избавляются от них в ближайшей реке. Отчёт водолазов-поисковиков. Приложение номер пять. Им досталось больше всех работы. Однако огромная сумма, полученная за одну ночь, вносит смуту и раздор в ряды преступников. Один из них решает избавиться от подельников, напав на них со шпагой, замаскированный под трость. Не самое удобное оружие, зато не такое очевидное, как пистолет в руках. Ему удаётся смертельно ранить обоих, но он сам получает роковую инъекцию снотворного из пневматического пистолета от едва живого коллеги и сгорает живьём при пожаре. Фактически, заключение судмедэкспертизы, как всегда, на нескольких листах. Откуда взялся огонь? Всё просто. Преступник с тростью хотел избавиться от улик, залив всё вокруг бензином, включая автомобиль со спецоборудованием, на котором была доставлена гражданка Каганович. Но попав под действие препарата, он валится прямиком на упавшую канистру с зажжённой зажигалкой в руках. Отчёт пожарно-технической экспертизы на последней странице. Занавес. В целом получается ещё то шоу Бенни Хилла. Но уж больно дело резонансное получается. Журналисты, начиная от простых стрингеров и заканчивая серьёзными организациями, такие кровавые балаганы ой как любят. Просто до умопомрачения. В отличие от начальства. Уж оно потребует скорейшего раскрытия и закрытия, что не лучшим образом скажется на качестве расследования. Может, у кого и закрадётся сомнение, но ему быстро заткнут рот, неопровержимым фактом. Если киллеров убил кто-то ещё, то почему он не взял ни копейки денег, переведя их куда-нибудь на теневой счёт? Там же миллионы. И такая операция вполне возможна при наличии коммуникатора преступников и талантливого программиста. Даже группе специалистов было бы тяжело отследить скачущие по разным адресам деньги, не имея на руках исходных данных. Кстати, гаджет, пусть и пострадавший в огне, исправно числится в списках прочих улик. Совсем про него забыл. Стоило нам тронуться с места, как новая испечённая сиротка крепко прижалась ко мне. Девчонку била крупная дрожь. И это, несмотря на то, что кровью и убийствами её было сложно напугать. Но уж больно много всего свалилось сегодня на её хрупкую психику. «Спасибо». Она легонько и как-то неумело поцеловала меня в щёку. «Пожалуйста, с тебя хватит?» «Прости меня, прошу». «Да ладно тебе, мне не привыкать». Криво усмехнулся я, борясь с терзающей тело болью. «Ты тоже молодец. Без тебя бы я ни за что не справился». «Да я не про это». Элли чуть отстранилась. «За то, что не верила в тебя, разочаровалась, а ты...» «Только не говори, что опять будешь носиться по городу, кромсая несчастных извращенцев в мою честь. Иначе прямо здесь тебя высажу». «Нет, нет, что ты. Я не буду делать глупостей. Только то, что ты прикажешь. Хочешь, из капсулы совсем не буду выходить». «Ага, размечталась. А кто порядок у нас наводить будет?» «Что ж, убираться так убираться». Со вздохом великомученица согласилась она. «А вот сейчас уже страшно стало», признался я. «Верни мне, пожалуйста, прежнюю Эльвиру, саркастичную и упрямую». «Я в порядке, просто теперь каждый мой вздох, чтобы я не сделала плохого или хорошего, это всё благодаря тебе». Она порывисто вздохнула. «Я должна была сегодня умереть. Новый день начался бы уже без меня. Разве ты этого не понимаешь?» «Не зацикливайся над этим. Просто живи дальше». «Не могу». «А ты попробуй», — посоветовал я. «Считай это моим первым приказом». «Хорошо». Девчонка снова прижалась ко мне. «Я постараюсь». Её дрожь понемногу начала стихать. Я взглянул на виртуальные часы, зависшие над приборной панелью, и едва не выругался. «Мы катастрофически опаздывали. Через двадцать с лишним минут твоя бабушка должна была прибыть в систему Талвро-19». Если без непутёвой юной мечницы экипаж вполне мог обойтись, то без капитана он немедленно превращался в неуправляемое стадо, где каждый действует в зависимости от того, какая именно жидкость ему в голову ударит. И это ещё не считая небольших, но приятных бонусов к характеристикам звездолёта. «Уважаемый, а нельзя ли побыстрей?» — обратился я к пареньку. Тот вёл сам, игнорируя автопилот, дабы тот не зарулил куда-нибудь на просвечиваемое место. За окном мелькали какие-то трущобы и скудно освещённые жилые массивы. Некоторые выглядели так, будто их уже начали сносить, но оставили это дело до утра. Вполне возможно, что это так и было. «Сейчас на трассу запрыгнем», — заверил нас подручный бабы Нюры. «А там пойдём в общем потоке, как остальные. Эта ласточка очень резвая, не беспокойтесь». И действительно, вскоре мы оказались у винтового въезда на одну из эстакад, вырулив к ней из глухой, на первый взгляд, подворотни. Короткий подъём окончился ровным широким полотном, окружённым высокими прозрачными щитами с бетонным основанием. Двигатель машины солидно взревел, и нас отчётливо стало вжимать в кресло. Огни за стёклами превратились в разноцветные короткие розчерки, а дорога впереди сузилась, будто пытаясь раздавить автомобиль бортами. Парнишка отпустил руль, взявшись за коммуникатор, и принялся строчить донесения, что не говори, а у бабы Нюры с дисциплиной очень строго. Тамчались мы довольно быстро, оказавшись неподалёку от сквера, где начались наши совместные приключения, занявшие практически всю ночь. Всё-таки выманить кандидатку на мамку года 2031 оказалось делом нелёгким. И тут я без ловкой помощницы точно бы не справился. Сначала пришлось немного её пошантажировать от имени киллеров, а потом договориться о встрече. Правда, при этом мы здорово подставили посредника, через которого передавался заказ, но ни малейшей жалости я к нему не испытывал. Как и опасений, что этот хмырь может навести следствие на верный след. Даже если полиции удастся его обнаружить, вряд ли ему поверят, что он не сливал киллером данные покойной Александры Кагановича Сохиной. От кого как ни от него, они смогли всё это узнать. У несостоявшейся жертвы, что ли, спросили? Даже не смешно. Элли, конечно, допросит для порядка, но поводов подозревать её ни у кого не возникнет совершенно. Это же ангелочек во плоти. Тем более, пока творилась вся эта вакханалия, девочка находилась дома. Причём не просто спала, а в игре с ночи торчала, не подозревая, что где-то на другом краю города загорелся ангар с мёртвыми и не очень убийцами её матери. Да и в виртуальность она не одна погружалась, а вместе с сожителем. Ну, куда деваться? Меня давно уже видели все, начиная с дворников, самых настоящих, которые активно сопротивлялись замене их на роботов и заканчивая службой безопасности апартаментов. Исчезать прямо сегодня очень глупо и подозрительно, тем более, что Эльвира давно уже достигла возраста согласия и была вольна жить со взрослыми мужиками. Ну и что же тут криминального, как сказала бы неувядающая Ирина Аллегрова? Да, докатился я, однако. Того и гляди, придёт Лидия и начнёт укорять меня во снах. Хотя нет, зная её характер, я был уверен, что она бы обрадовалась, узнав, что у меня появилось хоть какое-то подобие отношений. Неважно с кем, пусть даже с крокодилом. Не став подъезжать вплотную к дому, мы вышли на улицу неподалёку от сквера и преодолели оставшееся расстояние пешком, благо дождь соизволил закончиться. Машина же, автоматически сменив номера, тихо растворилась в ночной мгле, будто её и не было. Но расслабляться было рано, для нас наступила самая ответственная часть нашего плана – незаметное проникновение в квартиру. Здесь, как никогда, пригодились тёмные пристрастия Эльвиры. Во время её безумных вылазок по ночам, она частенько пользовалась пожарным выходом, раздобыв дубликат электронного ключа у знакомого охранника. Я не стал уточнять, за какие такие заслуги тот пошёл ради неё на должностное преступление. Но сейчас эта отмычка пришлась весьма кстати. Эвакуационных выходов в отнюдь немаленьком здании, закрытых в обычное время надёжными противоударными дверьми, имелось аж три штуки. При наличии пропуска ими мог воспользоваться любой безопасник, а вот жильцы вынуждены были попадать внутрь либо через парадную дверь, либо с подземной парковки после сканирования ключа и личного имплантата, что неизбежно оседало в базе данных службы безопасности. Понятное дело, нам этот путь был заказан. К счастью, для того, чтобы выйти, таких строгих мер не требовалось. Поэтому мы оба накануне покинули здание через парковку, не засветившись на входных сканерах. Или по привычке, а я не хотел показываться лишний раз на глаза безопасникам на посту, наверняка уже прозвавшим меня гнусным педофилом. В ином случае, можно было смело брать огнестрелы с тайника и ехать валить Александру Каганович Рассохину самым грязным способом, а потом бежать из города без оглядки. Распахнув толстенную створку, мы оказались на полутемной лестнице. Из-за того, что дежурное освещение здесь присутствовало лишь эпизодически, временами приходилось брести на ощупь. Хорошо, что неугомонная Эльвира бродила здесь регулярно, поэтому она спокойно провела меня за руку через все пролеты, словно поводырь. Выход на лестницу бдительно охраняла стандартная камера наружного наблюдения, которая легко вырубалась компактным постановщиком помех, умещающимся в кармане. На записи это все равно оставляло свой небольшой след, но здесь уже пришлось идти напролом. Тем более, для такого пристального внимания к бедной сиротке не имелось никаких оснований. За порог мы ввалились в обнимку, как заправская парочка влюбленных, отмахиваясь от настырных голографических бабочек, радостно кинувшихся нам навстречу. Просто у меня совсем не вовремя отказали ноги, отчего их попеременно сводило короткими судорогами. Таймер показывал всего три минуты до выхода на стартовую позицию. Наше состояние вряд ли можно было описать простым словосочетанием «крайняя усталость». Так что мы оба спешно залились по самые брови легкими энергетиками, найденными в холодильнике, и приготовились к погружению. Элли помогла мне снять промокшую насквозь верхнюю одежду, спрятав ее куда подальше, но подниматься к себе в комнату не спешила. Я продолжала маяться возле моей капсулы, будто не решаясь что-то спросить. «Стрептиза не будет, тебя обманули!» Я лег на погрузочную платформу, готовясь окончательно раздеться. «Ладно, думается мне, ты хочешь узнать, правильно ли мы поступили?» «Тут однозначного мнения нет и не будет. С точки зрения закона мы с тобой преступники, и место нам за решеткой, а вот с более логичной стороны иного выхода у нас не было, либо ты, либо она». «Да нет, я все понимаю», — юная девушка склонила голову. «Просто... как ты думаешь, почему она сказала, что я не ее дочь?» «Серьезно?» Я аж привстал от удивления. «Она много чего нелицеприятного напоследок успела наговорить, а тебя волнует именно это? Не то, что ты проститутка или, к примеру, чокнутая психопатка?» «Да». «Это просто защитная реакция», — отмахнулся я. «Ей проще было считать тебя подкидышем, как и Юлю, которая несет угрозу ее потомству от второго брака. Не ищи там какого-то иного смысла. Я с первого взгляда понял, что вы сестры, без всякой генетической экспертизы». Я неловко провел подрагивающим указательным пальцем по вытянутому рассохинскому носу девушки, легонько щелкнув по нему напоследок. «Ты, достойная дочь, твой отец гордился бы тобой. Сначала выпорол бы, конечно, но все же...» Эльвира тепло улыбнулась, разгладив морщинки сомнений на лице. «Не бери в голову всякую ерунду, а не то она когда-нибудь лопнет», — закрепил я короткую лекцию о семейных взаимоотношениях. «Это тоже приказ, кстати». «Так точно, командир!» Она полушутливо отдала воинское приветствие и умчалась наверх, на ходу снимая с себя одежду. «Дитё!» Я покачал тяжелеющей головой и отдал команду на погружение. Вот бы все проблемы решались за одну ночь при помощи ножовки, находчивости и такой-то матери. Как в родном 2007-м. Хотя тогда бы меня точно не разморозили». Глава 47-я В рубке за время нашего отсутствия ничего не изменилось. За штурвалом по-прежнему сидела Диад F-15FGKG, а в простонародье Диана — в соблазнительно обтягивающем комбинезоне, которая со скучающим видом тестировала система перед выходом в обычное космическое пространство. Наша черногривая красавица среди земноморского разлива тоже вернулась в игру совсем недавно, отправив своего сменщика отдыхать, и теперь вовсю маялась бездельем. Помимо второго пилота, в Реал отправился ещё один член экипажа, низкоуровневый воин, составлявший вместе с ним дежурную смену. Не такая серьёзная потеря для экипажа, учитывая, что в сражении я впервые отправлялся без своей верной напарницы, отчего чувствовал себя особенно неуютно. Шандайн взяла отгул по семейным обстоятельствам, отправив мне голосовое сообщение, полное тоски и разочарования. Воинственная девушка рвалась в бой, как никто другой, но внезапно заболевший ребёнок перечеркнул все наши планы. Я кое-как её успокоил, пообещав, что это далеко не последняя наша битва, и для неё ещё найдётся множество фрагов, а у самого же на душе скребли даже не кошки, а саблезубые тигры. Таким образом, на момент нашего выхода из-под пространства в строю находилось всего одиннадцать членов экипажа. Три инженера, артиллерист Свен, учёный-медик Маха, пилот Диана и пятеро воинов. Собственно, я сам мечник Куладун, моя воспитанница Элли, выбравшая такую же непопулярную специальность, защитник рептилоид Кракот, его приятель человек-пехотинец Нечай и стрелок Креман. По паспорту вроде тоже человек, но по факту ГМО, то есть представитель людской расы, прошедшей некие генные улучшения. Одна положительная мутация была по умолчанию положена лишь владельцем дорогого премиум-аккаунта. А на последующие уже приходилось зарабатывать самостоятельно. Парень, проживающий где-то на границе Германии и Австрии, предпочёл прокачать себе зрение, дабы повысить эффективность стрельбы. Шани, к слову, тоже оказалась модифицированной. Будучи разведчицей, она выбрала для себя повышенную скорость, ничуть не уступая в ней шустрым ралликам. Игроки-инопланетяне тоже могли обратиться к генным инженерам, но ограниченное число рас, всего трижды. Вдобавок, у каждой расы какие-то ветки развития оказывались намертво заблокированы. Один лишь человек, подобно податливой глине, мог стать кем угодно. Что лишний раз доказывало, какие мы приспосабливаемые твари. Прикинув наши возможности, я раскидал экипаж по отсекам. Инженеров в жизненно необходимое, то есть в двигатель, щит и энергоядро, маху в центральный грузовой, чтобы та могла оперативно прийти на помощь пострадавшим, если таковые сразу не отправятся на перерождение. Артиллерист стал оператором ЛФЗ. Воины поровну распределились между вторым оружейным, отвечающим за успешный пуск ракет, и центром управления дронами. Стоило игрокам занять свои места, как большинство параметров корвета тут же подскочило от стандартных двух с половиной до фантастических десяти процентов. Твоя бабушка была полностью готова жарить, парить и отбивать чьи-нибудь котлетки. Осталось только упасть в кресло второго пилота и скомандовать боевую готовность. Долгий прыжок через целый космический сектор подходил к своему завершению. «Ну что, раскачаем этот клоповник?» Белозуба улыбнулась Диана. «Врубай музычку!» Девушка включила что-то забористое из иностранного рока, и под бодрые бас-гитарные запилы мы вынырнули неподалеку от аванпоста, окруженного разноцветными вспышками и розчерками выстрелов, а также немногочисленными обломками сражающихся неподалеку звездолетов. Тактический экран тут же ошарашенно мигнул и принялся постепенно краснеть, выдавая все новых и новых противников. Гораздо быстрее сработала система безопасности боевой станции, мигом опознав нас и включив «твою бабушку» в список защитников, коих с каждой минуты становилось все меньше и меньше. Из трех звеньев пограничников Союза, состоявших преимущественно из тяжелых фрегатов, в строю на данный момент остался лишь один. Корабли игроков, клановцев и просто доброхотов, пролетавших неподалеку, оказалось куда больше, но я даже приблизительно не представлял, сколько их имелось в начале обороны. Основная часть обороняющихся сосредоточилась вокруг Талвро-19, и лишь считанные единицы крутились вне зоны поражения оборонительных систем аванпоста. В основном, либо юркие разведывательные катера, либо защищенные толстокожие корветы, вроде нас. Среди атакующих, выглядевших немногим лучше покойного святого Пермадеда, подавляющее большинство являлось катерами и фрегатами различной степени потрепанности. Серьезные экземпляры можно было пересчитать по пальцам, причем одной руки. Главным среди них, бесспорно, являлся массивный крейсер прорыва, ощетинившийся пушками по всему корпусу. Даже будучи лишь копией, он был способен стереть в пыль несколько кораблей одним своим залпом. Однако рваться на передовую не спешил. Кроме того, в наличии имелись два линейных эсминца, которые проявляли большую активность, чем их флагман. Пусть наши противники и разваливались больше сами по себе, чем от огня орудийных систем, их было чуть ли не в десятки раз больше, чем обороняющихся. С таким преимуществом какая-то особая тактика им не требовалась. Сателлиты просто перли вперед на верную гибель, зачастую даже не успевая отстрелять весь боезапас, или хотя бы половину. В нашем радиусе боевых действий, измерявшемся одной световой секундой, бортовой компьютер насчитал 89 объектов. И это мы еще оказались на задворках грандиозной заварушки. Дальше плотность вражеских звездолетов только нарастала. Спешить туда не было никакого смысла, поэтому я сосредоточился на доступных целях, заодно врубив режим трансляции. Надо же становиться современным игроком, который и шагу не ступит, не запечатлев себя на видео. Особо поднять волну интереса к нашим персонам я не собирался. Сражений в виртуальном космосе хватает в избытке. Никого этим не удивишь. Просто инстинктивно захотелось, чтобы у нас на руках имелось железобетонное алиби, ведь примерно в это время уже должен вспыхнуть огонь в том самом ангаре. Счетчик тут же высветил пару десятков зрителей. Интересно, чем они во время просмотра занимаются? Работают, едят или же находятся в пути? В то, что некоторые просиживают все свое время у мониторов, мне верилось трудом, хотя в той же игре, во время долгого подпространственного прыжка корабля, заниматься решительно нечем. Надеюсь, мы не разочаруем свою немногочисленную, но все же аудиторию. Настало время выяснить, чему я смог научиться, просматривая бесконечные учебные пособия по космическому бою. Большую часть видеотеки подкинул Амвей, а остальное пришлось разыскивать самому. Повышение квалификации напрашивалось уже давно, ведь статистика была совсем не на моей стороне. И огромное количество противников тонко намекало, что я ее сегодня вряд ли улучшу. Наше неожиданное появление большинство кораблей попросту проигнорировало, не в силу пофигизма, скорее из-за собственной близорукости. Но бортовой компьютер все же предупредил, что началось вражеское сканирование. И кто тут у нас такой глазастенький? Как оказалось, нас прощупывали на предмет поиска уязвимостей два вполне боевых фрегата и один собрат корвет, по размерам ничуть не уступавшей твоей бабушке. Судя по каталогу, прототипом ему выступал агрегат производства рептилоидов РА четвертого поколения. Довольно неплохая крепкая машинка. Нам бы такая точно во флоте пригодилась. Но, увы, для десанта обстановка была не самой подходящей. «Давайте для начала вежливо поздороваемся», предложил я, выделяя цель. «ЛФЗ, огонь!» Наш аннигилятор тут же выпустил по вражескому звездолёту пучок заряженных частиц, засиявших ярче местного тусклого светила. Бедолагу, умудрившегося где-то растерять большую часть заряда щита, осталось только перекрестить напоследок. Что я немедленно и сделал. Аминь тебе, приятель, полный. Удачное попадание прямо в реакторный отсек не оставило кораблю ни малейшего шанса. Он вспух ярко-оранжевым шаром, просадив в ноль щиты у трёх соседних катеров и значительно уменьшив его заряд у ещё десятка других кораблей. Ультимативное у нас оружие, ничего не скажешь. Всё, теперь на ближайшие десять минут об этом чуде можно смело забыть. И это ещё не самый худший расклад. Без артиллериста в оружейном отсеке, а рядом с ядром инженера, ожидать перезарядки пришлось бы ещё дольше. Не до конца боя, конечно, но что-то около того. Вот теперь настало время целей попроще, для которых годились обычные ракеты. Пусть такие снаряды, летящие к цели довольно долгое время, и казались архаичными в эпоху звёздных перелётов, их эффективность не стоило недооценивать. Во-первых, ими тяжело было промазать из-за системы самонаведения. А во-вторых, они практически полностью игнорировали энергетический щит и били по широкой площади корпуса. После модернизации оружейного модуля на станции нам стали доступны более серьёзные модели с очень взрывоопасной начинкой. Её вполне хватало, чтобы с двух-трёх удачных попаданий полностью разрушить любой из катеров. Но расходовать крайне ограниченный запас исключительно на уничтожение вражеских юнитов я не стал. Поэтому каждая ракета из первой кассеты пошла к своей собственной цели, метя в оружейные отсеки, имеющиеся у основной массы мелких звездолётов в единственном экземпляре. Таким образом, залп вывел из строя сразу шестерых, причём одного уже наглухо, и лишь два снаряда не смогли нанести фатальные повреждения. Но всё равно их разрушительной мощи хватило, чтобы увести прочность модулей в красную зону, снизив их эффективность на порядок. В ближайшее время кораблики не представляли никакой угрозы, пока их экипажу не удастся вставить на место выбитые зубы. Но такой возможности недобиткам я давать не собирался, отправив к ним звено боевых дронов, вооружённых простенькими лазерными пушками. Более навороченные модели мы не смогли себе позволить, так что приходилось их беречь и отправлять только к неопасным объектам. Контроль над простенькими беспилотниками взяли на себя Криман и Элли, самые молодые и горячие члены экипажа. Если накосячат, ничего страшного, такие аппараты без особых проблем собирались прямо внутри корвета, из различного мусора и стандартных минералов, буквально на коленке. К тому же Диана, при всём её напускном пофигизме, оказалась девушкой хозяйственной и успела наклепать целых три звена за время нашего путешествия на Пандору и обратно. Хотя это не отменяло того, что мне в скором времени нужно будет очень плотно заняться нашим бравым пилотом. Пусть она действительно недавно попала в заварушку, несколько её оговорок никак не вязались с образом обычной современной визажистки. Я и раньше подозревал, что знойная красавица с грудным голосом ведёт свою собственную игру, но теперь полностью в этом уверился. Осталось лишь выяснить, в чью пользу она работает больше, в мою или чужую. Между тем, шустрые дроны с лазерными дыроколами разобрали выбывших из строя примерно за минуту, пока происходила перезарядка новой кассеты с ракетами. К тому времени два более или менее пристойных фрегата закончили сканирование и открыли по нам огонь. Один, находящийся ближе, принялся поливать твою бабушку дешёвыми кинетическими снарядами из четверённых скорострельных пушек, которые были нам что слону дробина. Ну уж, такая оказалась у него модель, чистая антимелочь, направленная на борьбу с юркими, легко бронированными целями, вроде катеров, спутников или дронов. А вот его напарник задействовал довольно мощные лазерные установки, бившие попеременно в одну и ту же точку. Щит попадания выдержал, но сразу просел процентов на тридцать. Досталось и корпусу, но совсем немного. Плохо было то, что остальные противники тоже без дела не сидели. Кое-кто уже успел присоединиться к обстрелу и открыть охоту на наших беспилотников. На регенерацию заряда теперь рассчитывать не стоило, прирост мощности съедался очередным попаданием. В дело включилась Диана, принявшаяся закладывать крутые виражи, дабы сбить прицел сателлитом. Особым умом они не блистали, поэтому задумка удалась, хотя в наш радиус боя принялись понемногу подтягиваться другие участники осады. Следующие ракеты я выпустил исключительно по фрегату с лазерами и вывел таки одну установку из строя. Стало чуть полегче, но катастрофически не хватало поддержки, которая бы вела хоть какой-то огонь во время перезарядки. Будто услышав мои мысли, на связь вышел наш креативный клан-лидер. Здорово, стример! Я явился, не запылился. Прибыли, как смогли, и так пришлось рисковать, срезая через неразведанные территории. Молодцы, иначе вы бы нашли тут одни наши ошметки. Как видишь, нас тут вовсю жарят, без знакомства с родителями и предварительных ласк. Я вычислил среди остальных обороняющихся злосчастных фрегат и занес его в реестр приоритетных союзников. Он имел вытянутую ланцетовидную форму, напоминая гигантское космическое каноэ, и являлся представителем самого распространенного пятого тира артерианской постройки. Серьезным вооружением кораблик похвастаться не мог, зато имел довольно серьезную энергоустановку и, как следствие, прочный щит. Его бы к нам уверенное, что система выявила моего говорливого собеседника не на борту, флюги Гехаймена, а внутри самого аванпоста. А ты чего не на передовой? Удивился я. Не поверишь. Администрация станции предложила мне возглавить ячейку местного ополчения из игроков и неписей, что здесь застряли. А на кой черт? Чем вы там обороне поможете? Просто все прекрасно понимают, что нашими силами мы уродцев никак не задержим, весело ответил хреноватор. Ноги сразу дропанули, когда увидели, сколько сюда летит кораблей. Системщицы почти полностью слились, но их перехватили перед самым прыжком. Уйти мало кому удалось. Получается, мы зря прилетели? Нахмурился я. Прыгнуть отсюда нам уже вряд ли дадут, это факт. И чего мы, спрашивается, сюда сунулись? Недрейф, Союз обещал компенсировать все затраты, полностью. Подожди, они что, вернут нам потерянные корабли? В полной комплектации, подтвердил мою догадку Болеслав. Так что сожми ягодицы покрепче и постарайся забрать как можно больше говнюков, пока не подоспеют регулярные части. Если хорошо себя покажешь, о ваших воровских долгах можно будет забыть, да и о кредитах тоже. От такой новости я едва не пропустил окончание очередного кулдауна у ракетной системы. Теперь уже распыляться на несколько противников не имело большого смысла, поэтому все заряды снова понеслись к потрепанному фрегату, практически доконав его корпус. Звездолет попробовал было улететь в Освояси, подальше в тыл, но по дороге наткнулся на шальной трассирующий обломок, прошивший его насквозь, после чего еще на одного атакующего стало меньше. Сколько нам ждать? Решил я уточнить, выбирая новые цели из самых опасных катеров. Часов шесть, не меньше, остудил меня клан-лидер. Но вы до этого счастья точно не доживете, так как их флагман и его свита раскатают всех намного раньше. Единственная возможность сдержать наступление, остановить их на самой станции, к чему я и готовлюсь. Значит, штурма аванпоста не избежать. Вряд ли сателлиты будут пытаться захватить такую махину. Скорее попробуют взорвать ее изнутри, дестабилизировав один из реакторов. Если у них нет своей мощной и компактной бомбы, что маловероятно, учитывая уровень их технического развития. Собственными разработками скульпторы могут похвастаться лишь на поприще генетики. Ядро любого из кораблей так просто не демонтируешь, не говоря уже о транспортировке его в недра станции. А обычный взрыв корабля в доках, даже сопоставимого по габаритам с нашим корветом, не выведет ее из строя. Поэтому основная ставка сделана на десант. Ох, и жара там будет. К вам мне точно не прорваться, прикинул я диспозицию. Буду оттягивать тех сил на себя. Добро, держитесь сколько получится, напутствовал меня хреноватор. Родина вас не забудет. После чего отключился. Я невольно бросил взгляд на счетчик трансляции, убедиться, что от нас не отвалились последние зрители, и с удивлением увидел, что их число перевалило за сотню. Видимо, люди жаждали посмотреть на обреченную на провал оборону. Другого объяснения у меня попросту не было. В то, что объединенным силам удастся отбить хотя бы одну волну нападавших, мне и раньше верилось с большим трудом, а взглянув на реальный расклад сил, так и подавно. Ну а теперь нам хотя бы не нужно было переживать о страховых затратах на возвращение звездолета в строй, не говоря уже об их последующей прокачке заново. Для нашей казны эта ноша однозначно оказалась бы непосильной. И так одной ногой в банкротстве застряли. Еще четверо подбитых катеров, трусливо поджав сопла, понеслись прочь, но были настигнуты такими же шустрыми дронами. Счет понемногу рос, но свежие силы подтягивались к нам куда быстрее, чем корвет мог их эффективно перерабатывать. Щит уже опустился почти до половины, и это при трех живых инженерах и нескольких ведроидах ремонтниках. На исходе девятой минуты нами было уничтожено уже за четыре десятка разномастных посудин, и гораздо больше их было повреждено. Перезарядка фазового луча подходила к концу, и я уже потихоньку подбирал новую кандидатуру на аннигиляцию, когда за нас взялись всерьез. На подмогу избиваемой мелочи пожаловало сразу около десятков регатов под предводительством аж двух корветов. Первый был слезан с вполне стандартной человеческой постройки, отчего отдаленно напоминал футуристический шаттл из комиксов. Какими их любили рисовать в годах восьмидесятых, а вот второй, с ним все было гораздо хуже. С виду звездолет походил на какую-то вытянутую цилиндрическую конструкцию, которую просто забыли достроить с одного конца, отчего там зияла огромная дыра. Пожалуй, в нее мог влететь средних размеров катер, не касаясь стенок. Ворвавшись к нам в сферу сражения, звездолет притормозил, а в его недрах стало нарастать холодное сияние, просачивающееся наружу через отверстия в конструкции. Остальные корабли, ведомые спейс-шаттлом, продолжали сближаться, беря твою бабушку в полукольцо. Терзаемый нехорошими предчувствиями, я заглянул в каталог и обомлел. По нашу душу пожаловала реплика элитного артиллерийского корвета Су-Та-Хи-К, седьмого тира. Уже по одному названию и нарочито угловатому дизайну, азархадонская прописка становилась очевидна. В русскоязычной игровой среде у него имелось собственное прозвище «рассухариватель», которое было введено в обход админского запрета матерных слов. Чуть реже применялось «шайтан-труба», но это слово являлось собирательным наименованием всех посудин подобного типа. По сути, весь корабль представлял собой гигантскую плазменную пушку, подпитываемую сразу несколькими реакторами. Стреляла она пучком разогретого до газообразного состояния вещества, чаще всего какого-нибудь металла, запущенного электромагнитным ускорителем частиц. По принципу действия такой снаряд находился ближе всего к кумулятивной струе, прожигая насквозь все, что не успело убраться с пути. Из-за величины заряда, выстреливаемого рассухаривателем, от него не спасал щит даже эсминского типа, даже будучи на пике заряда. Но имелись и существенные минусы. Довольно низкая по сравнению с лазером скорость полета, всего в четверть световой, а также ограниченный радиус действия. Плазма со временем рассеивалась в пространстве и теряла мощность. Ничем другим, кроме своей бабахалки, Корветт похвастаться не мог. Его кокон был способен лишь выдерживать удары мелких астероидов, да обстрел из чего-нибудь мелкокалиберного. Дополнительного вооружения на нем не имелось, а многочисленные реакторы едва справлялись с подачей энергии к ускорителям частиц, обделяя двигатели и прочие системы. Поэтому скорость и маневренность тоже не являлись его коньком. Даже грузовые челноки без проблем уделывали Корветт на любой дистанции. Так что без серьезного прикрытия в чистом космосе рассухариватель сам представлял собой прекрасную мишень. Как впрочем и любая другая самоходная артиллерия. Вот кого надо было флюге Гейхайменом называть, пробормотал я, лихорадочно ища выход из сложившейся ситуации. Обложили нас очень серьезно. Выйдя на дистанцию гарантированного поражения, вражеские корыта дружно ударили изо всех стволов, окончательно уведя щит в красную зону. Попаданий по корпусу вышло больше десятка, благо по разным модулям. Серьезно пострадали производственный отсек, трюм и модуль варп-сетки. Не страшно, ничего из этого нам уже точно не понадобится. В воздухе отчетливо запахло жареным. Пусть наши противники и не могли развалить крепкий фрегат с наскока, но они делали свою часть работы, лишая нас пространства для маневра. Тем более к ним присоединились недобитые катера, внеся свою лепту в общее дело. Мы огрызались, но без серьезного успеха. Все чаще выстрелы приходились в отсеки с двигателями, снижая их работоспособность. Уже сейчас стало совершенно ясно, что такими темпами мы не сможем увернуться от раскаленного гостинца, когда плазменная установка рассухаривателя наберет достаточный заряд. Имелся, конечно, еще потенциальный выстрел из ЛФЗ, но особой погоды он не делал. Даже если удастся пробить стопроцентный из строя, справиться с таким большим количеством противников будет нереально. Какими бы развалюхами они ни были, их количество с лихвой компенсировало сомнительное качество. Нужно было как-то хлопнуть дверью напоследок, но что мы могли, не имея ни малейшего союзника за спиной? Единственный союзный фрегат, вертящийся неподалеку, предпочел убраться подальше, когда увидел, какие силы стянулись в нашей стороне. Переброска звездолетов не прошла незамеченной и для обороняющихся. Уже добрых две минуты там обходилось без потерь. Похоже, десант ненадолго откладывался. По крайней мере, приблизившихся к аванпосту линейных эсминцев, главную ударную силу скульпторов, не считая их флагмана, удавалось пока сдерживать общими усилиями. Сам крейсер застыл в глубоком тылу собственных войск, пока что отыгрывая платформу поддержки в противовес станции Союза. Иначе потери среди простых звездолетов сателлитов стали бы колоссальными. Кстати, о десанте. На твоей бабушке как раз скучало несколько воинов, которые не прочь были размяться в битве стенка на стенку, а не просиживать все сражения за аппаратурой наведения. Пожалуй, более подходящего времени, чтобы сломать пару-другую инопланетных морд, уже не будет. Попывшие за последнее время очки развития во владении мечом, достигнув заветных 75 пунктов, которых требовал азархадонский листовидный клинок. Он валялся в инвентаре еще со времен приключений на Шебукая, но воспользоваться им никак не получалось. Поднявшись на ноги, я с удовлетворением призвал его из-под пространства, ощутив в ладони приятную тяжесть боевого меча. Крутанул пару раз, едва не оставив кресло без подлокотника, после чего направился прочь из тесной рубки. Делать здесь мне было больше решительно нечего. Ты куда? сплошилась девушка, оторвавшись от дисплеев. Пойду, ребят, соберу. Как пройдет КД на фазу, лупи им по корвету. А пока всеми ракетами фокус по его счету, постарайся просадить заряд по максимуму. И про дронов не забывай, выпускай все, что есть. Десантироваться собираешься? Догадалась она. А куда? Я указал на изображение рассухаривателя, спроецированное на отдельную поверхность. Наш старший пилот перевела на него взгляд и удивленно присвистнула. А ты точно хорошо подумал? Это же не катер какой. Не смотри, что он огромный, успокоил я ее. У него даже десантного отсека нет. Лишь бы долететь без приключений. Но это ты уж размечтался. Она саркастично улыбнулась, кивнув на выстроившиеся напротив нас корабли. Они только обрадуются, увидев вас на радаре. А ты их отвлеки, предложил я, переступая через порог. Зря, что ли, болванки штамповали. Еще перед выходом в Реал мы с ней обсудили различные исходы боя, в том числе и десант на вражеское судно. Проблема в доставке абордажной команды имелась лишь одна. Катапультированных бойцов без труда засекал любой нормальный сканер. А уж отстрелить их при наличии высокоточного лазерного вооружения не составляло никакого труда. Поэтому на захват обычно шли после полного подавления оборонных систем, дабы избежать колоссальных потерь среди личного состава еще до стыковки с бортом. Но, увы, это был совсем не наш вариант. Нас самих того и гляди подавят Хоть артиллерийский корвет и не имел возможности защититься от вторжения извне, в этом деле ему вполне могли помочь несколько легких разведывательных катеров. Кружающих вокруг него словно мухи над флегматичной коровой. Не зря их частенько москитами называют. Устранить их всех мы не могли при всем желании. Фрегаты к тому времени и сами бы доковыряли броню твоей бабушки без помощи плазмогена. Слишком большой перевес в орудиях, пусть и не самых мощных. Оставался лишь один способ проскочить сквозь их строй отвлечь москитов ложными целями. Поэтому задолго до объявления общего сбора десантный отсек принялся отстреливать многочисленные болванки из самых дешевых материалов скопившихся в закромах корабля. На сканерах они ничем не отличались от настоящих десантников до того времени пока те не врубят реактивные ранцы. Все таки расстояние застыла шайтан-труба и исчислялась полутора сотнями тысяч километров. С таким пробегом подержанные автомобили берут уже очень неохотно, так как чаще всего им требуется конкретный ремонт. Но ближе нам уже было не подобраться из-за вцепившихся намертво преследователей. Диана еще пыталась маневрировать, но особого успеха это не приносило. Корпус твоей бабушки то и дело содрогался от попаданий, а воздух был насыщен целым букетом разнообразной гари. Свет периодически вырубался, отчего приходилось пользоваться услугами нейроинтерфейса, подсвечивая дорогу. И все же я не удержался, проходя через жилой отсек, и остановился возле мирно спящий Шэндайн, с пеленатой эластичным одеялом-коконом. Внушительная грудь, обтянутая тонкой тканью, мерно вздымалась, губы были чуть приоткрыты, а веки трепетали, будто она вот-вот проснется. Очень не хотелось бросать ее здесь, в таком беззащитном виде, хоть разумом и понимал, что это пустая оболочка, а ее душа сейчас далеко, в полной безопасности. Я невольно поправил ей сбившийся набок светлый локон, и с огромным трудом зашагал дальше, до хруста в пальцах сжав изогнутый меч. Как никогда захотелось крови. Новая напарница догнала меня у самого десантного модуля, облаченная в легкие доспехи и с титановым хопишем за спиной. Элли едва достигла двадцатого уровня, и что-то более серьезное взять с собой не могла. Серпообразный клинок воинственных рептилоидов являлся для нее лучшим вариантом, сочетая в себе хороший урон и приемлемую прочность. Сам в свое время с подобным оружием бегал, и даже дроидов им успешно спусковая установка как раз отстрелила очередную партию болванчиков, освободив нам место в шлюзовых камерах, напоминавших торпедные отсеки. Мы с юной мечницей заняли два крайних, а в остальные пузатые роботы-погрузчики принялись пихать новые заряды. Чтобы увеличить шансы, стартовали мы не все вместе, а попарно. Поэтому остальным бойцам пришлось выстраиваться в небольшую очередь. Ускорение слегка придавило грудную клетку, и вот я уже лечу в межзвездной пустоте, подсвеченной яркими всполохами бушующего сражения. В ушах послышался восторженный писк Элли, отправившийся в полет вслед за мной. Дитё, оно и в космосе дитё. Расправив руки, девушка счастливо неслась навстречу рассухаривателю, не заботясь о том, что ее полет мог в любую секунду оборваться. От беспощадного вакуума, помимо защитного костюма, нас спасала еще и энергетическая оболочка. Но стоит нашему курсу пересечься с любым материальным объектом, даже она окажется не в силах помочь, а всякой дряни вокруг носилась в избытке, на радость будущим стервятникам, пылесосящим места крупных сражений. Можно будет засекать, через сколько времени сюда массово налетят игроки и даже персонажи в поисках наживы. При условии, конечно, что атаку на аванпост союза антропоморфов получится отбить, оставив за собой этот сектор космоса, ведь скульпторам тоже ничего не мешает перебросить сюда подкрепление. Одно сейчас можно было сказать точно, Талвро-19 окончательно перестал считаться тихим и безлюдным местом на задворках галактики. Продолжение следует...